Большой готов к новому сезону. Сегодня Национальный театр оперы и балета открывает 82-й театральный сезон. Запланированы 8 премьер, их распределили на весь год. О новинках, ожидаемых гостях и расписании премьерных постановок расскажет Юлия Лосикова. Новый театральный сезон начинается с русской классики. Сегодня столичных театралов ангажируют на вальс. В оркестровой яме воцарит Чайковский, на сцене Пушкинский Петербург 19 века. Новый 82-й сезон театр оперы и балета открывает тем, чем завершал предыдущий 81-й. Премьера оперы «Пиковая дама» состоялась на сцене в конце июня. И сегодня ее вновь ожидают на сцене Большого. А следующая новинка сезона заявлена на 3 октября. Балет «Жар-птица» в новой интерпретации. Постановка балета – сотрудничество Большого с народным артистом России Андрисом Леепой. Балетмистер в рамках гастролей в Минск уже привозил «Жар-птицу» несколько лет назад. А в этом году для нового театрального сезона Андрис поставил «Жар-птицу» с национальной труппой Большого. Хореография и сценография изменениям не подлежали. Премьеры ожидаются и в камерном зале имени Александровской. Две одноокнатные оперы заявлены в репертуаре пока без точных дат. А вот абсолютным нововведением станет конкурс вокалистов, который пройдет в рамках Минского рождественского оперного форума. Не хватает такого рода конкурсов. Люди, солисты хотят много где ездить, принимать участие в состязаниях, ну и искать для себя новые контракты, новую работу. Это тоже очень важно. И вообще проведение всякого конкурса вокалистов международного очень престижным является как для организаторов для театра, так, собственно, и для страны. А нас еще больше узнают в мире, нас понимают, нас приветствуют и нас оценивают. Это очень важно. В театральном Суху Большого ожидаются разнообразные события. Десятки совместных проектов, гастроли приглашенных звезд, а также балетной и оперной форумы. Гастроли национальной труппы начнутся с ноября, сразу после балетной премьеры Лауренсии. Юлия Лосикова, Александр Шестакович, Агентство теленовостей.